Андрей Ростоцкий родился 25 января 1957 года в Москве. В семье кинорежиссера С.И. Ростоцкого и актрисы Н.Е. Меньшиковой закончил английскую спецшколу номер 64. Сейчас номер 1284. В школе получил кличку «Бешеный», так как, несмотря на маленький рост, мог вступить в схватку с любым обидчиком. В 1974 году, продолжая учебу в 10 классе, поступил вольна слушателем Вэйгека в актерскую мастерскую Ц.И. Ф. Бондарчука, закончив школу, продолжил стационарное обучение на актерском отделении. Тогда же впервые снялся в кино в фильмы. Это мы не проходили, не прерывая обучение в институте. Активно снимался в кино, пропускал занятия, за что был представлен к отчислению. Спас Ростовского приз, полученный им на ВГКовском фестивале за роль Мити Красикова в фильме «Это мы не проходили». В фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», исполнил свой первый трюк. Его герой погибает под танком. До сих пор этот трюк никто не повторил. Служил в советской армии, 1978-1980, военную службу проходил в отдельном кавалерийском полку на коне по кличке «Рекорд», с которым выиграл полковые соревнования. Посвященный Дню Победы, этот конь был партнером Андрея на съемках фильма «Конец императора Тайги». Во время службы в армии Ростоцкий снялся в фильме «Эскадрон гусар летучих». В этом фильме актер снимался бесплатно, так как был приписан к съемкам рядовым кавалерийского полка. В 1994 году организовал кинокомпанию «Дар», друзья Андрея Ростоцкого, для съемок фильма о Древней Руси. Этму Таракань, начал преподавать сценический боефехтование в Московском коммерческом институте современного искусства. С 1995 года участвовал в создании историко-публицистических передач о русской и российской армиях. В 1995-1996 год был главным режиссером передач «Аты и Баты». С 1997 года инструктор школы выживания Виталис, заместитель генерального директора Фонда русских экспедиций и путешествий. В 1998 году вместе с основателем Виталис В. Сундаковым провел экспедицию в поисках следов кеммерийской цивилизации. По Крымским пещерам, о чем кинокомпании и НТВ был снят фильм «Страна кона на варвара» и пересек на автомобиле США. Из угла в угол – Нью-Йорк, Техас, Сан-Франциско. С 1998 года ведущий военно-исторического журнала «Вижу цель» – телеканал «Культура». В том же году победил на скачках на приз имени Венедикта Ерофеева на центральном московском ипподроме. Дистанция 400 метров. В 2000 году начал преподавание актерского мастерства в Московском коммерческом институте. Современного искусства. С февраля 2001 года был ведущим программы «Служу России». Телеканал «Орд». С 2001 года стал главным режиссером Конного театра. Каскадер. Специалист по сценическому фехтованию и историческим оружием. Кандидат в мастера спорта по конному троеборью. Член жюри Московского международного фестиваля каскадеров «Прометей-2000», председатель оргкомитета фестиваля «Золотой клык», член Союза кинематографистов России, заядлый охотник и рыбак, выступал на соревнованиях по рыбной ловле за команду «Спартак». Владел ремеслом столера краснодеревщика, домашней мебель, курительные трубки и мундштуки.